Сергей Подстаницкий, коллекционер, историк искусства, автор публикации по вопросам атрибуции русского портрета 18-19 веков. Основатель клуба коллекционеров графики и одноимённого аукционного дома, издатель сборников по иконографии портрета. Когда вы увлеклись коллекционированием? Я начал коллекционировать с самого раннего детства. Я думаю, что любой человек в детстве что-то собирает. Фантики от конфет, вкладыши от жвачек, монеты, ещё что-нибудь. Когда этап с фантиками и вкладышами прошёл, а интерес к истории и к предметному миру, который эту историю окружает, остался. Мне захотелось не просто смотреть на картины или на некие артефакты в музеях или в чужих собраниях. Возникла мысль, почему бы не владеть этим, поскольку именно владение предметами зачастую помогает их изучению. Как детское увлечение стало делом жизни? С одной стороны, опять же, помню свое детство, не мог пройти равнодушно мимо помойки, на которой могло валяться что-то старое или даже старинное. Какие-то там увиденные в Баташовске самовары в жутком состоянии или в какие-нибудь ящики, которые позже оказывались даже ампирными начала 19 века. Вот ещё такая действительно тяга к предмету, к его изучению, даже не столько владения, как некий инвестиционным подтекстом. Взять предмет, чтобы его изучить, чтобы поставить его на некую полочку в каталогизации и систематизации, которая где-то у меня зарождалась в голове, для меня почему-то это было очень важно. Ну и когда я, кроме исторического образования, стал уже больше уходить в историю искусства, то тут как раз захотелось, чтобы те предметы, которые попадают в мои руки, они выстраивались в некую систему, отражали ту часть мировой истории искусства, которая меня интересовала. Первый предмет в коллекции. С чего всё началось? В 98-м году я закончил Российский государственный гуманитарный университет. Параллельно подрабатывал в журналистике, писал какие-то обзоры антикварного рынка. Я стажировался в отделе экспертизы гос.ни и реставрация. И мне уже всё это было ужасно интересно. Я ходил по аукционам, ходил по антикварным магазинам. Но, естественно, с этими небольшими деньгами ничего себе толком позволить не мог. И тут произошёл преснопамятный кризис 98-го года, когда рублёвые цены в магазинах остались на прежнем цене, а доллар баснословно вырос. И я вот с этими своими несколькими стодолларовыми купюрами почувствовал себя уже очень состоятельным человеком. И пошёл в магазин на Арбате, там продавалась акварелька, которой я уже долго присматривался. Изображала она несколько печальную могилку, и в углу акварели была подпись Поливанова. Поливанов такой любопытный человек, боевой офицер, гвардеец, сослуживец Михаила Юрьевича Лермонтова по школе гвардейских юнкеров и подпрапорщиков. Поэтому мне показалось, что вот вещь интересна именно с точки зрения культурного контекста, я эту вещь приобрёл. К тому же, когда вытащил из рамки на обороте акварели, оказалась довольно подробная надпись, что это могила юнкера Шнауберта, погибшего в сражении при Кюрюгдара с турками. Естественно, что могила эта уже не сохранилась, причём она не сохранилась дважды. Первый раз его похоронили именно рядом с полем боя, а потом вскоре эксгумировали и перенесли в Покровский монастырь в Москве. Весь его некрополь был разрушен в 30-е годы, и, собственно, от этой могилы юнкера Шнауберта ничего не осталось. В 20-е годы моих предков по материнской линии переселили из дома в Покровский монастырь, поскольку Покровский монастырь в 30-е годы одновременно, когда там уничтожались вот эти надгробия, там были сделаны коммунальные квартиры для обычных людей, и, соответственно, мои предки в этом монастыре жили. Возможно, на каком-нибудь субботнике они могилу этого юнкера и выкорчёвывали. К сожалению, этой вещи у меня не осталось, хотя я частенько её вспоминаю. Коллекционирование – это дорогое хобби или выгодная инвестиция? Я бы сказал, что и не то, и не то, поскольку я всё-таки считаю себя профессиональным коллекционером, то мне уже не очень интересно покупать что-то очень дорого, поэтому для меня это, конечно, несомненно и хобби, и часть профессиональной деятельности, и просто жизнь. Но переплачивать за это, будучи профессионалом, я, в принципе, не очень стремлюсь. Многие коллекционеры в некоторой степени гораздо более профессиональны, чем какие-нибудь хранители музеев. Я, естественно, говорю сейчас не про всех, а про некую основную массу. Они хранят что-то одно, а коллекционеры вынуждены отсматривать огромное количество всевозможных вещей, чтобы из этого колоссального потока выловить что-то интересное, подлинное, что будет интересно и самому собирателю, и чем ещё можно будет похвастаться среди как профессионалов, так и среди просто обычных любителей искусства и истории. Наверное, в моей собственной истории коллекционирования было три этапа. Первый этап – это когда ты совсем молод, у тебя денег особо нет и, может быть, даже уверенности в том, что ты покупаешь, тоже особо нет, поэтому ты стремишься покупать что-то очень недорогое на те средства, которые есть у тебя в кармане. Потом с ростом профессионализма у тебя становится, естественно, больше денег и, соответственно, ты готов уже покупать более дорогие предметы. И более того, в какой-то момент тебе хочется доказать, что ты не просто где-то по помойкам, по блошиным рынкам покупаешь всякий хлам и делаешь из него конфетки, а ты способен покупать что-то дорогое на каких-нибудь суперкрутых аукционах, побеждая, может быть, даже каких-то очень состоятельных, богатых людей в торгах. Но потом и этот этап тоже проходит, и ты понимаешь, что, в принципе, какой смысл соревноваться с богатыми людьми, поскольку все равно твое количество денег несопоставимо меньше. Но тут можно соревноваться, опять же, в профессионализме. И, в принципе, в последнее время стремлюсь покупать то, что не замечено другими профессионалами рынка, не замечено другими коллекционерами, не замечено другими антикварами. Соответственно, ты покупаешь некие шедевры или просто приятные тебе интересующие тебя произведения искусства с неправильными атрибуциями, недостаточно полно атрибутированными. Соответственно, ты платишь за них меньше денег, чем оно того стоит. И таким образом, в принципе, ты возвращаешься опять к тому начальному этапу собирательства, но уже с большим уровнем знания, большим уровнем понимания вещей и большим уровнем понимания, собственно, что тебе вообще нужно от коллекционирования и от обладания той или иной вещью. И коллекционирование для кого-то становится хобби, а для кого-то даже по профессии. Знаменитая фраза коллекционера Шустера «Профессия коллекционер». И вот я как раз из тех коллекционеров, которые занимаются собирательством в некоторой степени профессионально. Как понять, что ценность малоизвестной вещи возрастет в будущем? Даже не в будущем, в принципе, что она представляет некую ценность. Очень приятно, когда ты заходишь в какую-нибудь антикварную галерею или на каком-нибудь аукционе, видишь, что продается работа неизвестного художника, и изображает она не пойми что. А ты-то знаешь, что это работа вполне себе известного мастера, и то историческое событие, которое здесь изображено, тоже будет интересно и специалистам, и музейщикам, и просто коллекционерам, когда ты будешь этим хвастаться как уже обладатель этой вещи. Поэтому основной смысл именно моей коллекционерской деятельности – это вот рыскать по каким-то, по самым разным местам, и от Сомби-Кристи до каких-нибудь блошиных рынков на начальном жизненном этапе. Очень много покупал в Измайлово. Сейчас, конечно, Измайлово уже совсем не то. Тем не менее, на блошиных рынках Франции иногда удается купить какие-то действительно уникальные, интересные вещи. Редкие находки – это вопрос удачи или есть какой-то секретный подход? У каждого коллекционера есть свой момент удачи, свой счастливый случай. Как у меня был случай, когда, пролистывая аукцион «Кристис» в интернете, увидел, что продается работа неизвестного французского художника, портрет молодого человека в парижском отделении «Кристис». И поскольку для меня стало совершенно очевидно, что это работа Боровиковского, цена была, несмотря на то, что эта «Кристис» совершенно копеечная, и еще так сложились обстоятельства, что у меня были уже билеты, этот аукцион был на следующий день, а у меня были билеты на самолет в Париж как раз на следующий день. И я посмотрел, все прекрасно. Я сажусь в самолет, прилетаю, быстро смотрю эту картину, быстро ее покупаю, сколько бы она ни стоила, и кто бы против меня ни торговался, потому что посчитал, что это такой абсолютный шедевр русского искусства. И действительно прилетаю в Париж, сажусь в такси. Пока мы ехали до города, попали в аварию, причем с довольно серьезным ушиб шею, не понимаешь, тебе ждать, например, скорую помощь, полиция, может быть, это какой-то перелом или еще что-то. Парижские таксисты еще в своем репертуаре говорят, ну, вы со мной расплатитесь и идите куда хотите. Вон там в километре есть стоянка такси, ты ковыляешь до этой стоянки в такси, садишься в другое такси, тебя довозят до аукциона, ты в последнюю минуту буквально уваливаешься в полуобручном состоянии туда, пытаешься найти эту вещь, находишь, убеждаешься, что это действительно Боровиковский. Потом ждешь несколько часов, когда аукцион начнется, и приходишь на торги, в зале сидит большое количество народу, я смотрю, приходят один за другим русско-французские дилеры, которые, я понимаю, все, люди поняли, что здесь Боровиковский, и мне уже не получится эту вещь купить очень дешево, и вообще дешево, и хорошо бы вообще купить хотя бы дорого. И приходят, приходят эти русские дилеры, и ты начинаешь понимать, что если они увидят еще твое присутствие в зале, то если я буду торговаться при них за этого Боровиковского, это может их дополнительно убедить, что это хорошая вещь, они тоже будут против меня торговаться. В общем, потихоньку, пока никто не видел, вышел из зала, оставил телефонную заявку, пошел гулять по Париже. Тут все-таки позвонили, ваш неизвестный художник, давайте торговаться. Тысяча евро, полторы тысячи евро, две тысячи евро. Все, молчание, удар молотка, все, выкупили за две тысячи евро. Я совершенно счастливый, даже не понимаю, что, неужели такое может случиться. Быстро в бегу плачиваю. И тут на следующий день уже по прошествии аукциона мне начинают звонить люди, которые хорошо разбираются в искусстве 18 века. И, а ты видел, был Боровиковский, в Париже продавался. И оказывается, что его увидели, то есть все знатоки поняли, что это Боровиковский, но по стечению обстоятельств, один летел в самолете, пропустил аукцион, один болел, пропустил аукцион, один слишком поздно посмотрел в каталог и не увидел. То есть все люди, которые могли бы за эту вещь торговаться и составить мне конкуренцию, они просто вот почему-то в этот момент оказались вне игры. И через какое-то время решили все-таки вещь отреставлировать. Она была под старым грязным лаком, так-то совершенно просто в нетронутом виде, когда смыли старый грязный лак в правом нижнем углу оказалась подпись Боровиковского, дата. Вот это оказалась вещь уже на 100% доказанная и совершенно аутентичная. Какие предметы в коллекции самые ценные для вас? Ну, наверное, самый ценный Боровиковский, про которого я говорил, потому что как-то вот с ним связано больше всего и переживаний, и какого-то эмоционального погружения в это. Может быть, из любимых вещей, вот, например, из таких тоже интересных случаев предложили мне несколько лет назад акварельный портрет молодого человека, работы Петра Федоровича Соколова. Соколов один из ведущих акварелистов пушкинской эпохи, собственно, он и Пушкина тоже рисовал, совершенно виртуозный мастер акварели, его очень люблю и ценю. Оказалось, что с этой вещи была сделана в 1905 году фотография во время знаменитой Таврической выставки 1905 года. Как раз в этом году Сергей Дягилев при поддержке Александра Бенуа, барона Врангеля, великого князя Николая Михайловича сделали колоссальную выставку русского портрета. Объехали огромное количество дворцов, усадеб, собрали там самые разные портреты в русской, в аристократии, знати, в монархов и выставили это в Таврическом дворце. Это было первой попыткой, или одной из первых попыток к систематическому изучению русского портрета. Эта выставка стала действительно культовой. Даже к оформлению этой выставки был привлечен художник Лансере, например, художник Лансере, Добужинский, Сомов. Соответственно, что эта выставка не просто историческая и художественная, она еще и выставка художественная с точки зрения уже новой эпохи мира искусства и важна как раз для понимания художников уже новой эпохи. Оказалось, что на этой выставке эта вещь была. Происходит она из коллекции князей Голицыных, из их черниговского имения. После революции имение было разграблено, и вещи многие оказались в частных руках. Вот такая вещь, прожив долгую историю, потерял уже имя изображенного. И только благодаря вот той фотографии, сделанной еще когда она была у князей Голицыных, соответственно, мы смогли узнать, что изображен на ней хитрово, представитель знаменитого аристократического рода, внук фельдмаршала Кутузова. Еще была такая вишенка на торте. Прошло много лет после того, как я все это узнал. И захожу в один антикварный магазинчик, смотрю, валяется какая-то картонка. Что это такое? Что-то валяется, не знаю. В принципе, она даже и не продается. На выброс беру. Я просто увидел на ней как раз вот ту самую этикетку таврической выставки, которая была сделана по рисунку Добужинского. У нее очень характерный рисунок. И она сразу бросается в глаза. И когда смотришь на картонку с этой этикеткой, хочется уже прям сразу что-то взять, посмотреть повнимательнее. Беру эту картонку, и оказывается, что это задник от той самой акварели, которая у меня. Это этикетка таврической выставки. Рукой, может быть, барона Врангеля или Дягилева сделаны надпись о том, что эта вещь забрана из имени Гремя Черниговской губернии. Старые надписи о том, что изображен хитрово и прочее, прочее, прочее. Вот как такое бывает, что картонка, которая, в принципе, могла в миллион раз отправиться на помойку спустя много десятилетий параллельной жизни без своей основной части, вот как они так вот соединились. Мне с удовольствием, когда я рассказал эту историю хозяину магазина, с удовольствием сказал, что, конечно, это вам нужнее, забирайте. Даже благородно не стал просить никакого вознаграждения, за что я ему очень признателен. Почему вы собираете именно портреты? Мне интересует искусство 18-го, начало 19-го века. Для этого периода именно портретный жанр является основополагающим. Я как человек, который интересуется не только художественным составляющим, а еще историческим, то в портретах как раз, кроме того, что ты можешь любоваться и качеством исполнения вещи, и какой-то стилистикой, колоритом, тонкостью каких-нибудь лессировок, но одновременно ты видишь не просто по некий абстрактный, например, пейзаж или по некую фантазийную, жанровую сцену. Ты видишь конкретного человека, который прожил свою жизнь. Погружаясь в изучение портрета, ты узнаешь в жизни каких-то уже ушедших людей, но через призму их восприятия ты изучаешь историю этого периода. Сложно ли расставаться с вещами и с коллекцией? Все удержать невозможно. Это тоже все коллекционеры прекрасно знают. Держаться за что-то, пусть лучше оно живет своей жизнью дальше, потом никто не знает, может быть, сделав круг, она снова вернется ко мне. Такие случаи у меня тоже были, когда вещь, проданная в юношеские годы, возвращалась спустя десятилетия ко мне. Причем мне эта вещь уже была интересна не просто как некая находка, сделанная на одном из первых моих антикварных салонов. Она уже обросла своей историей. За эти десятилетия она побывала в руках людей, которые мне приятны, интересны, которые уже ушли от нас. И уже на эту вещь я смотрю не только как на часть своей истории, а на часть истории близких мне людей, которые мне были интересны, приятны, и которых я вспоминаю в том числе через этот предмет. Это рисунок французского художника XVIII века Дю Верже. Интересный французский мастер, анималист. И у него была такая особенность. Он брал очень черную, такую загрунтованную бумагу и по ней рисовал какие-нибудь пасторальные или жанровые сцены по мелам, белым. Очень тонкая работа, просто очень необычная техника. В принципе, она почти полностью ушла уже в XIX веке. В XVIII веке некоторые мастера работали, а в XIX веке она стала почти полностью неинтересной. Во-первых, она требует определенной виртуозности. Во-вторых, все-таки в каких-нибудь барочных интерьерах подобные листы могут быть интересны. А в интерьере уже более светлом, классистическом или модерновом эти вещи выглядят слишком темными. Поэтому они скорее становятся такими предметами культуры XVIII века, интересными только узкому кругу коллекционеров и собирателей именно этой эпохи. Случались ли у вас разочарования после приобретения работы? Честно говоря, у меня такое свойство характера и свойства памяти. Я про плохое не помню. Поэтому даже если что-то и было, то это где-то, что называется, легло в профессиональный бэкграунд и было с эмоциональной и отрицательной точки зрения абсолютно забыто. Как содержать коллекцию в домашних условиях? Для предметов искусства самое плохое – это оказаться где-то в бесхозном помещении, неотапливаемом, заливаемом. Средний столичный дом, он в основном всего этого лишен. И, в принципе, тот температурно-влажестный режим, который существует в московских квартирах, для искусства вполне себе подходит. Главное – не класть черепаховые табакерки на топящиеся батареи или не вешать графику напротив окна, через которые светит солнце. Если будут соблюдаться вот эти элементарные нормы предосторожности, то вещи будут жить и переживут нас. Ну вот у нас в последнее время, к сожалению или к счастью, появилась такая особенность в коллекции, можно сказать, уже почти фирменный знак. На нескольких картинах появились такие следы четырех когтей. Если у нас кот и кошка, если кот очень интеллигентный парень и ни разу за свою жизнь, ну там в юности совсем, в детстве порвал один рисуночек, да и то совершенно случайно, то кошка как раз такая более непоседливая, пытается всюду залезть и на нескольких живописных полотнах XVIII века она свои коготки уже оставила. Очень забавно, когда недавно была выставка в Тверском музее, в который наши вещи участвовали, и перед этим была мини-лекция, мини-экскурсия, где я жаловался на негодную кошку, которая поцарапала картину, но все, в том числе реставратор, который когда-то эту вещь приводил в порядок, как мило, как трогательно, какая замечательная кошка, какие чудесные коготки она оставила. В общем, для людей, для зрителей, даже для вполне профессиональных зрителей эти когти только украсили полотно. Более того, это вот такая уже стала частью истории этой вещи. Как распознать оригинал и копию? Чем елка Шишкина отличается от просто елки? Если ты не можешь распознать визуально копию или оригинал, то можно посмотреть вещи в инфракрасных лучах. В 90% копий есть очень такой сухой копийный рисунок, который обводит все контуры, когда копиист перерисовывает с оригинала, он, соответственно, подробно прорисовывает все то, что он должен потом будет раскрасить уже акварелью или масляными красками. Хороший художник так почти никогда не делает. И в основном предварительный рисунок в инфракрасных лучах вы увидите свободный и отличающийся от как раз этого копийного рисунка. Это такой самый простой способ, хотя очень часто при определенной насмотренности, которая есть у многих экспертов, коллекционеров, антикваров, просто уже визуально можно с достаточной долей вероятности, взглянув на картину, сказать, что это копия, это грубая копия или академическая копия. Тут тоже есть свои градации, поскольку иногда бывает, что, условно, Микеланджело мог копировать Дюрера. И, конечно, это не то, что Дюрер, не то, что оригинальные работы Дюрера, но, тем не менее, это все-таки работа Микеланджело. Поэтому эта вещь тоже может иметь свое место в истории культуры, в некой коллекции, в неком даже музейном собрании. Ну, а есть совсем-таки непритязательные копии, типа того, что продавалось на Зареченском рынке в фильме «Операция И. Налетай, не скупись, покупай живопись». То, что действительно в изобилии копировали трех богатырей или шишкинские елки, это просто... Как только начнете заниматься антиквариатом, продажей, покупкой, коллекционированием, через очень короткое время вы начнете понимать, чем Шишкин отличается от Шишкина, сделанного на рынок. Что бы вы купили на миллиард рублей? На один миллиард рублей я бы купил какой-нибудь небольшой особняк в центре Москвы и уже сделал бы его общедоступным. Думали ли вы, что будет с вашей коллекцией потом? Я думаю, что она будет распродана, так или иначе, и разойдется по другим коллекционерам. Мне очень нравится фраза одного собирателя, который еще в начале 20 века, понимая, что он уже уходит из жизни, он выставил свою коллекцию на аукцион, и в предисловии к каталогу аукциона было им написано, что я получал такое удовольствие от приобретения этих вещей, что очень надеюсь, что они, переходя в новые руки, подарят такую же радость своим новым хозяевам. Так что я думаю, пусть вещи живут, пусть расходятся. Вот они побыли в качестве коллекции, они зафиксированы в качестве конкретного собрания, они много раз выставлялись с припиской собрания подстанинских, поэтому уже мы стали частью истории этих вещей. Дальше пусть они живут так, как им суждено. Если бы в вашей коллекции мог остаться только один предмет, что бы вы выбрали? Я думаю, что Боровиковский. Мне бы хотелось отобрать, например, 100 лучших вещей в коллекции. 100 лучших вещей это чудесное наследство, с которым легко может управиться каждый, даже тот, кто не очень погружен в искусство. Ну, я думаю, что это скорее все-таки такие фантазии, потому что такая чистка коллекции, она все-таки требует много сил, и в том числе сил эмоциональных. Субтитры создавал DimaTorzok